Том и Джерри Все мы когда-то смотрели этот великолепный, легкий, ненавязчивый, а самое главное смешной мультфильм, способный поднять настроение зрителю любого возраста. Том и Джерри был одним из первых развлекательных мультфильмов в истории и в свое время получил целых 7 премий Оскара, поэтому сейчас может посоперничать даже с такими титанами как Marvel Studios. История этого легендарного мультфильма начинается с двух аниматоров – Уильям Хана и Джозеф Барбара. Именно им когда-то дали задание нарисовать кота и мышонка, которые вечно будут соперничать между собой и с помощью них создавать сатиры на популярные темы. Сериал дебютировал в 1940 году и первая серия под названием «Кот получает пинка» обрела невероятный успех, а Том и Джерри стал одним из самых культовых сериалов в истории. После такого оглушительного успеха Уильям Хана и Джозеф Барбара буквально за несколько месяцев наклепали сюжеты еще для 113 серий. Но, к сожалению, ни один канал не соглашался транслировать Том и Джерри, и тогда было принято решение показывать по одной серии перед прокатом фильма в кинотеатрах. И это решение принесло еще более оглушительный успех. Еще через полгода серия под названием «Мышины неприятности» была номинирована на Оскар, и вскоре Том и Джерри его получил. Но качественная рисовка и смешные сценки не единственное, за что мультфильм полюбили во всем мире. Его отличием стало то, что главные герои не разговаривают. Вообще. Озвучка осуществлялась с помощью симфонического оркестра. В основном скрипок, виолончели, контрабасов и барабанов. И кто мог подумать, что это сработает, но черт возьми, у них это получилось. Мультфильм заслуженно получил еще 6 Оскаров и, несомненно, стал классикой для всех нас. Но, как это часто бывает для мультфильма, настали темные времена. В начале 2000-х права на Том и Джерри перешли к Warner Bros. И все последующие картины с каждым годом становились все хуже и хуже. Пока не превратились вот в это и не стали транслироваться по круссели. И с тех пор многие, кто хотя бы раз в год допересматривали любимые серии, в том числе и я, уже стали терять надежду. Но вдруг пару дней назад на новостных порталах появилась новость о том, что в 2021 году выходит лайф-экшен экранизация Тома и Джерри. Эта внезапная новость меня очень заинтересовала и я решил в этом видео рассказать вам всю известную информацию о новом проекте. Итак, приступим. Массовое увлечение и перезагрузка легендарных мультфильмов в кино уже давно охватила Дисней. Золушка, Книга джунглей, Красавица из Чудовища, Аладдин, Слоненок дамба и Король лев. Warner Bros. тоже решили не отставать и начали работу над экранизацией Тома и Джерри. Фильм окажется на экранах кинотеатров 16 апреля 2021 года. Согласно сюжету ленты, мышонок Джерри счастливо живет в стенах большого загородного дома в Новой Англии и прекрасно ладит с хозяевами особняка пожилой семейной пары. Однако после скоропостижной смерти стариков дом выставляются на продажу. Его покупает молодая семья и Джерри не собирается налаживать отношения с новыми хозяевами и решает вытравить молодоженов из дома. А они в свою очередь подбирают с улицы бродячего кота по имени Том, чтобы он помог им избавиться от вредителя, вступив в эпическую битву за домашний очаг. Том и Джерри вскоре понимают, что им обоим не безразлична судьба членов семьи, и так герои решают действовать сообща и объединяют силы в попытке защитить своих новых хозяев от некой внешней угрозы. Режиссером в грядущем фильме выступит Тим Стори. Он работал над такими проектами, как Миссия в Майами и двумя частями Фантастической четверки. После последней работы с Ворнерами ему предложили срежиссировать новый фильм про Тома и Джерри, и он сразу загорелся идеями воплощения мультфильма. Тим Стори сразу заявил о том, что новый фильм будет гибридом анимации и живой съемки. Это значит, что персонажи не будут просто нарисованы на компьютере, а лишь доработаны с помощью CGI, как это было с котом в Капитане Марвел. Но как они собираются снимать живую мышь, мне не ясно. Вот тут 3D-аниматорам придется потрудиться. Также новый Том и Джерри будет сочетать в себе концепцию классического мультфильма, то есть персонажи не будут разговаривать. На мой взгляд это смелое решение, однако оно будет очень непривычно для зрителей. Но в создании картины есть очень большая проблема. Она заключается в том, что оригинальный мультфильм Тома и Джерри никогда раньше не выходил за рамки короткометражки, от 8 до 15 минут. Это означает, что Тиму Стори буквально придется изобретать новый формат. Но если им действительно удастся придумать что-то стоящее, то это может стать чем-то новым в кино, а также дать возможность Тому и Джерри снова ворваться на наши экраны и завоевать сердца новых зрителей, а старым дать возможность поностальгировать и еще раз окунуться в атмосферу легкого и смешного мультфильма о Томе и Джерри. А если вам понравилось видео, то оцените его лайком, оставьте комментарий и будьте счастливы. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»